всем привет в эфире дети большого толка эта программа с любопытными фактами интересными сюжетами и путешествиями мы изучаем весь мир от барнаула алтайского края до просторов космоса от бактерий до самых далеких планет какие прически носили динозавры по старым следам на камнях ученые узнали что у них были перья и щетинки но следов волос не нашли так что шерсть у животных появилась гораздо позже процессе эволюции кто был кроме динозавра часто считают что динозавры были самыми большими существами на земле но нет многие из них были размером с человека или кошку а вот настоящим гигантом является синий кит весящий 190 тонн это примерно как 20 тиранозавров если вы внимательно посмотрите на картинки с динозаврами то заметите что у них нет ушей как это возможно вот так несмотря на то что у них нету видимых ушей многие из них отлично слышали особые косточки в черепе передавали звуки мозгу на боках головы можно было заметить маленькие дырочки так что уши у динозавров были только очень незаметные кошка не хочет трудиться за еду в отличие от собак или пупугаев эксперименты с кошками показали что они предпочли легкий доступ к еде игнорируя более сложный путь у кошек нет врожденного инстинкта трудиться за пищу потому что они хищники и в природе к этому не привыкли мир вокруг нас полон тайн и загадок еще многое предстоит открыть и изучить ученые каждый год открывает тысячи новых видов живых существ среднем это около 18 тысяч видов в год новые виды находят во всех уголках планеты от глубин океана до вершин гор так что интересные факты в нашей программе не закончатся никогда знаете ли вы что глаза северных оленей становится синим зимой и почему так происходит у северных оленей и специальный слой в глазах который называется топетом он отражает свет обратно в сетчатку чтобы лучше видеть темноте это как раз необходимо зимой когда дни короткие и темные рога лоси настолько чувствительны что он может почувствовать как на них садится муха они покрыты множеством нервных окончаний которые позволяют ему чувствовать прикосновения вибрации и даже температуру за последние 160 лет средняя здоровая температура тела человека уменьшилась 37 до 36 и 6 градусов по цельсию то что мы стали холоднее на полградуса может означать что метаболизм то есть процессы при которых тело получает энергию из пищи происходит медленнее чем у предыдущих поколений значит люди теперь медленнее растут и легче толстеют знаете ли вы кто такой лигор это гибрид льва и тигрицы он является самым крупным представителем семейства кошачьих существующих в настоящее время только представьте игры могут достигать в длину трех с половиной метров и весить до 300 килограммов запах лимона уменьшает количество ошибок у людей все потому что аромат цитруса улучшает концентрацию внимания и память а еще он помогает проснуться попробуйте представить запах лимона бифсина или мандарина поднимется ли настроение знаете как выглядел велосипед когда его только изобрел леонардо да винчи во первых он был деревянным и без седла а еще у первого велосипеда не крутился руль и чтобы повернуть на дороге нужно было остановиться и передвинуть колеса но и дороги в 15 веке были такими что после прогулки можно было не досчитаться зубов кто бы мог подумать что именно велосипед позже так прославит леонардо и плотно войдет в нашу жизнь правда ли от музыки цветы растут быстрее ученые выяснили что музыка и правда влияет на растения но не всякое некоторые исследования показали что классическая музыка оказывает более положительное влияние на рост растения чем например рок-музыка из чего делать китайскую лапшу она делается из тех же компонентов что и обычно разница лишь в том что китайскую лапшу сначала разваривают а потом высушивают чтобы было легче ее размещать вот и все вы наверняка слышали что луна влияет на приливы и отливы но как это происходит притяжение луны деформирует форму земли создавая приливную волну эта волна движется по поверхности земли вызывая морские приливы и отливы луна это единственное небесное тело в солнечной системе которая всегда повернута одной стороной к земле это происходит потому что луна вращается вокруг своей си с той же скоростью с которой она обращается вокруг земли это явление называется синхронным вращением знаете ли вы какого на самом деле цвета луна она вовсе не такая скучно серая какой кажется нам земли барновский фотограф космоса под ником градиент сделал снимки с помощью телескопа и выяснил что на луне есть области синего ученые считают что именно там находятся залежи ценного элемента титана и еще один интересный факт про луну вы же знаете что на земле бывают землетрясения так вот и на луне тоже есть лунотрясение причем происходят они очень часто по 10 раз за сутки одна из причин связано с падающими на поверхность метеоритами каждый день масса луны увеличивается почти на тонну знаете ли вы почему луна и солнце кажутся одинакового размера хотя на самом деле это не так в действительности солнце в 400 раз больше зато луна в 400 раз ближе представляете вот такое совпадение знаете ли вы что луна постепенно удаляется от нашей планеты правда это происходит с очень незначительной скоростью 38 миллиметров в год ученые выяснили что полтора миллиарда лет назад земные сутки длились примерно 18 часов в то время луна находилась к земле на 44 тысячи километров ближе чем теперь астрофизики считают что именно возросшие между землей и лунное расстояние я на вращение планеты вокруг своей оси а вместе с тем на климат и продолжительность дня отчасти благодаря этому появилось человечество но еще через несколько миллиардов лет орбиты луны увеличится примерно вдвое а сутки растянутся до 800 часов а вы задумывались что желуди это орехи а дуб ореховое дерево в разное время желуди использовались для изготовления чернил пороха и мыла чернила из желудей были темного цвета и имели горький вкус они были достаточно стойкими и не выцветали а вот порох получался очень слабым и использовался только в сигнальных ракетах лед быстрее образуется из горячей воды чем из холодной поставьте на мороз контейнер с кипятком и с холодной водой и первый быстрее заледенеет это происходит потому что по мере нагревания водородные связи воды ослабевают и молекулам воды становится проще переходить к кристаллической структуре льда человеке есть орган который не чувствует боль это наш мозг он может воспринимать и обрабатывать чувство боли поступающие от других частей тела тем не менее сам мозг не способен чувствовать ни холод ни жар ни боль а вы задумывались как видят мир кошки и собаки а рыбы знаете как видят мир рыбы всего на несколько метров вперед все потому что вода не очень прозрачная и большего им просто-напросто не нужно если кто-то зевает нам сложно удержаться и не зевнуть в ответ то же самое с улыбкой она заразительно как и смех все из-за зеркальных нейронов в нашем мозгу смысл этих нейронов повторять мышечную активность другого благодаря этому дети учатся говорить смеяться и плакать нашей программе можно узнать что среднее облако висит как 80 слонов сердце и жар бьется 300 раз в минуту а глаз страуса больше чем его мозг смотрите программу дети большого толка в ней много интересного знаете ли вы сколько усилий нужно для того чтобы сделать мед только представьте пчела живет 40 дней за это время она успеет посетить не менее тысячи цветов и произвести всего одну столовую ложку меды еще два века назад республики алтай водились тигры были они и в советском районе алтайского края последние упоминания очевидцев которые видели полосатых хищников были опубликованы в журнале охотник алтая в 1924 году знаете ли вы какие животные видны из космоса пингвинов императорских пингвинов в антарктиде живет так много что их колонии видны из иллюминатора это помогает ученым изучать птиц считать их и следить за передвижениями многие люди начинают день с кофе но не олимпийские спортсмены дело в том что кофе официально запрещен международным олимпийским комитетом если при проверке в крови спортсмена будет обнаружен кофеин то олимпиец будет сразу снять соревнований в одной чашке кофе содержится 200 литров воды еще один пример пшеница на два кусочек хлеба нужно 100 литров жидкости а для того чтобы вырастить один килограмм риса потребуется целых 4000 литров половину людей начинают свое утро с кофе сколько это чашек полмиллиарда в год кофе делает нас умнее это доказали ученые кофе сделан из ягод которые похожи на вишню при приготовлении их жарят и сушат от двух до десяти дней так получается кофейные зерна из которых варят наши любимые напитки вы знали что если бросить мяч в воду собака будет бежать вдоль берега пока не сравняется с ним только потом прыгнет воду это потому что собаки понимают что на суше они движутся быстрее чем в воде это позволяет делать им расчеты в голове откуда происходят хвосты у комет кометы напоминают лист с пушистыми хвостами на самом деле это громадные массы льда содержащие камни и пыль при приближении к солнцу из-за тепла лед начинает таять шипеть и сверкать так формируются яркие пышные хвосты у комет знаете что происходит с пламенем свечи в невесомости вместо привычного нам желтого цвета она становится голубым это потому что не образуется сажи которая и окрашивает его в желтый цвет а еще пламя горит не вверх а в разные стороны формируя сферу на сегодня это все любите на руку всем пока увидимся через неделю